МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа новостей РФСНЕВ в студии Константин Перевозчиков. Сегодня в выпуске. Завершилась 18-я сессия отраслевой молодежной школы семинара промышленная безопасность и экология. Всероссийская тренировка по ГВЧС. В ядерном центре в НЕВ прошли масштабные тактики специальные учения. РФСНЕВ и другие предприятия госкорпорации Росатом. Все же возможность пообщаться и подискутировать с ведущими учеными и специалистами организации предприятий госкорпорации Росатом. Мотивировать молодых сотрудников к повышению трудовой и творческой активности в выполнении научно-технических и производственных задач. В Доме ученых прошла 18-я отраслевая молодежная школа семинар промышленная безопасность и экология. Главной целью является популяризация обеспечения безопасности, воспитание приверженности культуры безопасности. В школе-семинаре принимают участие около 70 работников Федерального ядерного центра и из 14 организаций госкорпорации Росатом. Участники отраслевой школы семинара – это молодые и ведущие специалисты в области безопасности предприятий, организаций и ядерного оружейного комплекса. На протяжении нескольких дней они представляли свои доклады коллегам и принимали активное участие в их обсуждении. Наша школа-семинар позволяет повысить мотивацию молодых сотрудников, их адаптацию к вопросам обеспечения безопасности, их адаптацию к выполнению творческих и производственных заданий и вообще способствует росту культуры безопасности и вовлечению большего количества участников в процесс обеспечения безопасности на предприятиях госкорпорации Росатом. Система управления безопасностью является основополагающей вещью в обеспечении безопасности, она интегрирована в общую систему обеспечения безопасности госкорпорации. Системе безопасности уделяется особое внимание на предприятиях ядерного оружейного комплекса, она относится к числу наивысших приоритетов госкорпорации. Поэтому тема отраслевой школы стала как никогда актуальной для ее участников. На наших предприятиях фактически представлены все направления работ по обеспечению безопасности, это есть и наши базовые, ядерная, радиационная, промышленная, пожарная безопасность, также есть и обеспечение безопасности, связанное с работой с взрывчатыми веществами, есть много, можно так назвать, экзотических видов. И все это действительно требует управления, потому что есть функциональные задачи, это соблюдение непосредственно правил выстраивания работы, а есть и соблюдение на местах теми подразделениями, которые проводят определенные виды деятельности. Все мы видим, что усиливаются надзорные, контролирующие функции государственные, деятельность по обеспечению безопасности, управление, это такая же деятельность и в ней актуальны как вопросы оптимизации, экономические формы, мотивации персонала. Для Российского федерального ядерного центра безопасность играет особую роль, потому что именно здесь создается мощная научно-производственная база. И это требует создания интегрированной, всеобъемлющей системы управления безопасностью. Отраслевая школа дает нашим специалистам прекрасную возможность перенять опыт в этой сфере у других организаций. Мы, безусловно, с интересом относимся и изучаем опыт на других предприятиях, перенимаем его и реализуем. Но надо сказать, что и во МНЕФЕ есть новые формы, методы. Я уже говорил о экспертизе проектов и особо опасных объектов, где оцениваются риски, изменяются технологические процессы. И вот эти формы и методы, я думаю, будут полезны другим предприятиям. Ну, для других предприятий, думаю, будут полезны исследования в области психофизиологии человека. Человек остается, в общем-то, решающим фактором в обеспечении безопасности. Медико-биологические исследования проводятся в институте. Елена Степанова принимает участие в отраслевой школе не первый раз. Она – научный сотрудник научно-исследовательского отделения «РФИА ЦВНЕФ». И она – одна из тех, кто и проводит в нашем институте медико-биологические исследования. Научный доклад Елены – это продолжение предыдущих работ, которые она готовила для отраслевой школы. По специальности – девушка-программист и занимается разработкой автоматизированной системы, которая поможет спрогнозировать состояние здоровья персонала, работающего во вредных условиях. И здесь у нас доклад на тему «Автентизированная поддержка принятия решений для оценки и прогнозирования состояния здоровья персонала, который работает во вредных условиях труда. И, как следствие, все это делается для обеспечения безопасности работ на предприятии. Кому-то можно работать в этих условиях, кому-то нельзя работать в этих условиях. Соответственно, система будет эти прогнозы выполнять». Также свои работы и идеи в области безопасности представили специалисты из Нижнего Новгорода, Снежинска, Озерска и других городов. Сергей Пруцкий приехал из города Заречного. В прошлый раз он принимал участие в отраслевой школе три года назад. В этом году вновь решил поделиться своим опытом с коллегами. «Для меня это новые знакомства, новые какие-то знания, потому что выступают люди с различных предприятий и у всех различные темы докладов, поэтому это очень интересно». Сергей – инженер производственного объединения «Старт». Это крупный научно-производственный центр, обладающий уникальными технологиями в области высокоточной механообработки, электромеханики, микроэлектроники. Главная задача Сергея – осуществлять надзор за подъемными сооружениями на предприятии. В качестве темы для научного доклада Сергей выбрал культуру безопасности. «Доклад у нас разделен на две части. Первая часть доклада включает развитие производственного контроля, как от и на данный момент, как строится он у нас именно за сложным техническим оборудованием. А культура безопасности, она во всех технологических процессах, я так думаю, есть, в том числе и в производственном контроле. Вот вторая часть нашего доклада – это внедрение производственной системы Росатом именно в производственный контроль. То есть, также это улучшения, которые мы внедряем для улучшения контроля за техническими устройствами». Отраслевая школа-семинар проходила в несколько дней. За это время ее участники успели обменяться опытом и выбрать для себя наиболее интересные идеи в сфере безопасности, которые могли бы реализовать у себя на предприятиях. По итогам работы будет выпущен сборник материалов, которые вручат уже участникам следующей школы-семинара. Проверка готовности служб к чрезвычайным ситуациям. В РФИАЦ внеф прошли масштабные тактико-специальные учения в рамках всероссийской тренировки по гражданской обороне. В учениях приняли участие несколько сотен человек и десятки единиц специальной техники. В ликвидации условной чрезвычайной ситуации были задействованы все подразделения специальной пожарной охраны – специалисты КБ-50 и сотрудники Росгвардии. В половине девятого утра личный состав караула специального управления пожарной части номер 4 был поднят по учебной тревоге. На одном из режимных объектов ядерного центра произошло условное возгорание здания и возникла угроза радиационного заражения работающих там сотрудников и окружающей среды. У пожарных всего две минуты, чтобы добраться до места аварии. По данному мероприятию было вызвано необходимое количество сил и средств, сосредоточено на месте возгорания. В том числе это был АБР-робот и АП-5000, то есть это автомобиль порошкового утушения. Личный состав караула войск Росгвардии, который занимается охраной режимного объекта, тоже был задействован в учениях. Для усиления охраны площадки было вызвано дежурное подразделение войсковой части. Они производят оцепление здания, которые получили повреждения и действуют согласно инструкции при нештатных ситуациях. Военнослужащие Росгвардии одними из первых прибыли на место учения и приступили к отработке действий своих сотрудников при возникновении чрезвычайной ситуации, в том числе и техногенного характера с угрозой радиационного заражения. В течение полутора-двух часов мы развертываем пункты управления, организуем взаимодействие, входим в связь с подразделениями МЧС, гражданской обороны, подразделениями Орфеат Снеев и организуем взаимодействие уже по всем системам, по всем сферам. На месте учебной аварии взаимодействующей структуры аварийно-технический центр Орфеат Снеев, сотрудники ГО, ОЧС, МЧС, специалисты КБ-50 и другие устраняли очаг возгорания и занимались эвакуацией сотрудников. А военнослужащие оборудовали рядом с местом условного сгорания передвижной штаб, наладили связь и подготовили пункт для санитарной обработки условно облученных радиаций сотрудников объектов. Прибывших из зоны заражения людей сразу же направляют в пункт санитарной обработки. На входе измеряют степень облучения специальным оборудованием. Внутри человек снимает зараженную одежду, принимает душ и на выходе ему выдают чистую одежду и снова измеряют степень облучения. После отработки действий на месте аварии руководители силовых структур и спецслужб прибыли в оперативный штаб для проведения заключительных этапов учений, дезактивации местности, обработки техники и санобработки всех задействованных специалистов. На месте ликвидации аварии пожарными, так как по сценарию было сначала возгорание, сначала был создан штаб пожаротушения, после работы по ликвидации возгорания и комиссия КЧСО принимается решение высылки оперативной группы на место аварии и уже по результатам оценки аварии создается оперативный штаб по ликвидации последствий аварии. Тактика специального учения – это наиболее эффективная форма подготовки аварийно-спасательных формирований к выполнению задач по ликвидации последствий аварии природного и техногенного характера. Отработав все этапы, руководители взаимодействующих структур подвели промежуточные итоги и дали оценку действиям спецслужб. Оценка положительная в этом отношении, что здорово, здорово, что есть взаимодействие между одними силами и средствами и руководством предприятия. Очень хорошо. Представители градообразующего предприятия также отметили слаженные действия и грамотное взаимодействие всех служб и структур, которые приняли участие в тактико-специальных учениях. Так как от правильной и четкой работы каждого специалиста зависит успешное выполнение поставленной задачи. Самое главное, чтобы на начальной стадии очень оперативно оценить обстановку и как раз принять те необходимые решения о привлечении сил и средств конкретных специалистов для, скажем так, ликвидации вот этих неблагоприятных ситуаций. И поэтому вот как раз все эти вопросы, они и отрабатываются на наших учениях. Поэтому, исходя из легенды учений, принималось решение о привлечении не только сотрудников аварийно-технического центра ФИАЦ ВНЕФ, но и тех ведомств, которые как можно быстрее помогут в ликвидации условной аварии и предотвратят потери среди гражданского персонала. Мы привлекаем все силы и средства, которые потенциально могут задействоваться в любых этих ситуациях. Это понятно, что персонал непосредственно объекта Федерального ядерного центра, который работает на каком-то производстве. Это службы Федерального ядерного центра, это служба радиационной безопасности, служба транспорта, обеспечения. У нас есть структуры, которые управляют гражданской обороной чрезвычайной ситуации. На учениях присутствовали наблюдатели от госкорпорации «Росатом», которыми был выявлен ряд недочетов. В ходе видеоконференции с руководством госкорпорации об этих недостатках доложили и установили срок для их устранения. В апреле следующего года пройдут очередные учения, в ходе которых этапы с выявленными недочетами будут отработаны в усиленном режиме. Семь пожарных расчетов, оперативный автомобиль аварийно-технического центра, спецтехнику Росгвардии, скорая медицинская помощь. Всего в проведении учения участвовало более десятка единиц различной спецтехники и несколько сотен человек. Каждый из них внес свой вклад в успешное выполнение поставленных задач. Сегодня все прошло штатно, нормально, организованно. Когда используется много техники, много людей, то есть необходимо уделять внимание охране труда, безопасности, чтобы все было сделано четко. Сегодня это и было выполнено. Впереди у спецслужб работа над ошибками, подготовка к отработке действий сотрудников и взаимодействующих органов в чрезвычайной ситуации, когда возникают угрозы жизни и здоровью жителей города. На сегодня это все, чем мы хотели вам рассказать. Следите за новостями городообразующего предприятия на сайте тройной W в неев.ру. И в эфире каналу 16 каждую среду и пятницу в 19.45. Я с вами прощаюсь, всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова